Трудно оценивать игру, наверное. Использовали те моменты, которые были. Конечно, это, как можно сказать, команда выигрывает, команда проигрывает. Потому что нельзя говорить, что оборона ошиблась, но в атаке тоже, если не забиваешь, тоже так же ошибаешься. Поэтому, наверное, упустили шанс сейчас приблизиться еще ближе. Но ничего, чемпионат продолжается, будем бороться. Надо учитывать, что у нас, наверное, полкоманды на карточках. Так, и Гусев, и Ермоленко, и Сидорчук, и Аруна, Гармаш. То есть, если бы мы сегодня получили, то Шахтеров, наверное, уже играть некому было бы. Поэтому я рискнул уже, почему, потому что надо было, наверное, все-таки, может быть, выпускать, не выпускать. Рискнулся Олега. Ну, честно сказать, он так сказал, что головой так сильно играть не может. Побаливает. Это было противопоказание самое головое? Ну, да, где-то. А даже мяч по стуле. Ну, мог попасть бы, я думаю, он сыграл бы. Что сделаешь? Игрок, когда он в игре, я думаю, не думает, что у него голова болит или что это. Тем более, если я бы с ним переговорил, он берется за игру, там, минут 20-15, это нормально. Ну, Сильва тоже сегодня играл с небольшим повреждением, поэтому будем смотреть, будем думать. Гармош после первого тайма подвернул ногу, ну, попытались, попытался, что тоже есть микротравмы, поэтому ничего не сделаешь. Ну, я думаю, что мы все-таки потеряли. Хотя Карпаты приложили максимум усилий, и хорошо команда выглядела, создавала моменты, да. Но я думаю, те моменты, которые мы создавали, все-таки, наверное, Динамо Киев имело преимущество по моментам. Но моменты не считаются, считается счет на табло, поэтому счет 2-2. Значит, он закономерен, что я вам сказать. Редактор субтитров А.Семкин